Выделить какую-либо из работ Карла Брюлова, назвать одну более значимой, а другую менее, невозможно. Заведующий отделом живописи XVIII-XIX веков Государственного русского музея Григорий Голдовский выставку работ великого мастера в Приморской картинной галереи увидел практически одновременно с нашей съемочной группой, сам только с самолета. И в залах главных анфилад, которые пока закрыты для публики, обстановка сейчас рабочая. 45 картин Карла Брюлова и 17 полотен его учеников и последователей из собрания Государственного русского музея широкая публика сможет увидеть с 1 сентября. У Приморской государственной картинной галереи есть собственный брюлов. Работы передали во Владивосток еще в 30-х годах прошлого века, и сегодня они будут представлены зрителю. 22 живописные и 24 графические работы Карла Брюлова, среди которых знаменитый автопортрет, эскиз всемирно известного последнего дня Помпеи, библейская Версавия. Полотна Карла Брюлова редко покидают стену русского музея. Владивосток – первый город страны, куда картины прибыли самолетом. Музей – это вещь такая, с сильно развитым чувством собственности. Музей вообще очень неохотно дает какие-то произведения на сторону. Выставка под названием «Великий Карл» во Владивостоке пробудет до середины января, но на этом сотрудничество Приморской картиной галереи с Государственным русским музеем не закончится. Да мы до сих пор не верим, потому что когда впервые было произнесено, так сказать, мнение о том, что возможен такой проект, мы сказали, ой, да это сказка, это не может быть. А потом даже вот те, которые вот в нашем, так сказать, окружении находятся, и которые знали о том, что будет проект, и спрашивают, а сколько вас там Брюлова привезут? Ну, одну, две, а когда мы говорим, шестьдесят три, все сразу выпадают в осадок, как говорят сейчас. Ну, то есть эту выставку очень ждут в городе. Портретист, исторический живописец, мыслитель, художник Брюлова называют Пушкиным в живописи. Его полотна известны во всем мире. Экспозиция, представленная во Владивостоке, это целая монография, которая раскрывает разные грани личности знаменитого художника и особенности его таланта. В Приморской картинной галерее уверены, жители и гости Владивостока по достоинству оценят знаменитые шедевры. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.